Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я сказал, что я открыл счет на бирже Binance и что я уже могу переводить биткоины. И буквально в тот же день мне позвонила женщина одна. И она смотрит мои видео и просила меня помочь разобраться с ее финансами. Она говорит, что я вложилась в биткоин и как бы мне эти деньги вывести. И я говорю, что сейчас я вам помогу. То есть вывести деньги я уже, кажется, могу. Перевести деньги давайте я вам помогу. Но смотря где лежат ваши деньги, она говорит, что вы можете сообщить мне номер кошелька и там я сейчас выведу, переведете деньги на мой кошелек, а я вам их продам и отдам деньги обычными рублями. Вот. И она говорит, а я не знаю, где мои деньги. Мне посоветовала подруга купить биткоины. И, значит, она сказала, что это все вот такая вот вообще такая крутая штука биткоина, что они растут в те самые времена. Вот. И говорит, там вообще вот на биткоинах можно заработать, они сами-сами растут. Вот. И куда-то вложили. Ну, что-то там, говорит, ни ответа, ни привета. Я даже ездила в Москва-Сити. Там офис, там, значит, все круто. Мне что-то рассказывали. Но я не знаю, куда я вложилась. Понимаете? Не знаю, куда я вложилась. Я говорю, ну, и куда вы вложились. Ой, не знаю, какой-то фонд. Там какие-то буквы. Я говорю, ну, если это НВА-фонд, то боюсь, что я не смогу вам помочь. Почему? Потому что вот тот же парень, который мне посоветовал, ну, значит, этот вот биткоин и так далее, через который я зашел на биржу Binance, он как раз нашел в свое время, где-то год назад, совершенно чудесный фонд. НВА-фонд. Этот фонд зарабатывал на биткоинах, когда биткоин уже, так сказать, упал, там, значит, он там уже, так сказать, потом поднимался и так далее. Вот. И фонд говорит, что вот с большими объемами на бирже можно торговать, и там можно всегда построить прибыльную стратегию. И он мне показывал графики, как вот депозит постоянно и спокойно растет. И что-то мне этот график очень здорово напоминал стратегию работы по алгоритму Мартингейла. Это очень хорошая стратегия. Очень хорошая стратегия. Но она работает при определенных условиях, она дает гарантированную прибыль. Вот. Но можно ли гарантировать вот эти самые условия на криптовалютной бирже? Были большие сомнения тогда. И люди показывают мне, говорят, смотри, сколько можно заработать, смотри, как он растет. Вот. И я говорю, ну, я подожду. Я не буду вкладываться в биткоины, тем более вот этот вот фонд. Это было год назад. Год назад. Что произошло с этим фондом? Этот фонд... Да, все мои знакомые буквально они вложились туда и очень-очень здорово радовались, потому что деньги росли, ну, примерно, ну, как на дрожжах, да. 5-10% в месяц они получали доходность, очень радовались, очень было все здорово. Показывали мне цифры, там, 300 долларов, 400 долларов. Ну, а я не вкладывался, потому что, ну, у меня, во-первых, денег не было особых вкладываться, во-вторых, ну, вот, не вкладывался и все. Вот. И ровно год назад примерно одна моя знакомая говорит, я хочу... Помоги мне продать все активы на бирже, у нее там около миллиона рублей, я хочу их... Ну, вот, сейчас ненадолго, они мне нужны срочно, а потом я их снова вложу в биржу, потому что, ну, очень хорошие, так сказать, результаты дал модельный портфель за предыдущие два года, она туда вложилась, прямо вот хорошие результаты были, она была довольна, счастлива, но модельный портфель потом начал тормозить здорово, и она говорит, я хочу вывести, помоги мне вывести все активы, ну, продать все акции, которые там есть, и вывести. Я ей это помог сделать, значит, она получила свои деньги, больше миллиона рублей, вот, ну, почему-то не вложила на биржу назад. Почему? Ну, как потом кажется, вот, выяснилось, фонд НВА призвал всех вкладчиков, сказал, что сейчас, вот, прямо сейчас такие обалденные условия, вот такие обалденные условия, если вы до конца октября делаете вклад, прямо вот вообще, и все, вот, будет взлет, будет все классно, ну, и ребята вложились, а в начале ноября прошлого года вывод денег прекратился, прекратили какие-то всякие контакты, прекратились, фонд НВА, который вот был такой весь из себя, куда-то исчез, и я звоню Денису, говорю, Денис, ты как дела? Он говорит, блин, что-то с фондом НВА вот как-то вот не весело, то есть куда-то там что-то вывести народ не может, в чате все их проклинают, значит, там типа на кол посадить и так далее, и так далее, вот, и вот я спросил у него, когда с ним встречался, говорю, ну что там, ну все, говорит, конец, то есть исчезли, причем меня убеждали, говорит, вот они солидные, они прямо так хорошо рассказывают, так хорошо прямо все идет, вот, ну, сам Денис потерял в районе 40 тысяч долларов в этом фонде, другие поменьше, там миллионами потеряли, и вот звонит мне эта женщина, она мне, так сказать, я с ней абсолютно не знаком, она говорит, в какой-то фонд вложил, вот, я говорю, ну если это НВА, то, скорее всего, кранты, вот, ну, она поискала бумажки, и выяснилось, что, что это НВА, тот же самый фонд, 2 миллиона рублей, сказали до свидания, дальше она меня начинает, ну, как бы, я ей сказал, что, вы знаете, говорю, боюсь, что мне нечем вас порадовать, что с этими деньгами вы распрощались навсегда, и она говорит мне, ну, я еще в какую-то компанию вложилась тоже, там, меня подруга та же самая, я вот ей верила, вот, прямо вот верила-верила, вот, она меня посоветовала в какую-то, по-моему, ICN, ICN компанию вложить туда, тоже, так сказать, еще миллион рублей, я говорю, ну, давайте посмотрим уже заодно и эту компанию ICN, какая-то финансовая корпорация, вот, ну, я зашел на сайт ICN, и, ну, смотрю, там, это не Форекс, и это даже не криптовалюты, и вроде бы это как раз финансовая корпорация, которая занимается как раз вот, ну, это типа управляющей компании, типа накопительное страхование и так далее, и так далее, правда, есть, так сказать, один какой-то нюанс, там один из управляющих, ну, у него русская фамилия, Кокорин, Игорь Кокорин, вот, ну, правда, у этого Игоря Кокорина вроде как есть лицензия на работу в качестве инвестиционного консультанта от США, это серьезно на самом деле, вот, не знаю, то есть я ей говорю, «Слушайте, ну, вот, с ICN похоже, что все это возможно, что все это нормально, но она говорит, я хочу и оттуда тоже забрать и положить просто деньги на депозиты, ну, под 2%, ну, я говорю, ну, послушайте, ну, вы как-то вот шарахаетесь из одной крайности в другую, либо вообще без процентов пусть лежать, либо пусть лежать, ну, вот, так сказать, под 10% в месяц, ну, выберите вы какую-то, так сказать, середину золотую. Друзья мои, зачем шарахаться? Если вы пытаетесь найти новую возможность, вот смотрите, что я делаю, я, да, пытаюсь найти новую возможность, я пытаюсь разобраться, что такое биткоин, как с ним работать, я вложил туда не миллион и не 2 миллиона, и не все свои деньги, далеко не все, я вложил туда 100 долларов, просто для того, чтобы попробовать, посмотреть, вот. Я даже не подключился к тому роботу, который мне рекомендовал Денис, и даже пока не смотрел, как он работает, потому что, ну, вот он говорит, ну, вот это вот точно надежно, это не НВА, это все такое, вот, он мне сказал, что это надежно, я говорю, ну, посмотрим, я сейчас пока не торопясь, спокойно смотрю на вот эти все криптовалюты, я читаю новости, я изучаю этот рынок, и, ну, я буду держать вас в курсе этих событий, почему я это делаю, потому что, ну, вот я сейчас читаю книгу «Черный лебедь» про всякие кризисы, и все ожидают кризиса, что это будет, вот, куда вкладываться, не исключено, что надо будет вкладываться, может быть, в криптовалюту, вот, я читаю новости, что, например, жители Венесуэлы и Аргентины, у которых глобальнейший кризис сейчас, вот, как раз они больше всего вкладываются в криптовалюту, потому что им больше некуда, у них запретили доллар, у них очень сильно ограничивали хождение доллара, и доллары все улетели, грубо говоря, из страны, все, там нету, там, собственная валюта безудержная инфляция, так сказать, там, тысячи процентов годовых инфляция, то есть там, там вариантов нет, вот, ну, если у нас будет такое же, то вот, пожалуйста, это вариант, поэтому этот вариант надо иметь в виду, этот вариант надо изучить инструмент, но не более того, вкладываться туда, как инвестиции, я не, пока не собираюсь, посмотрим, подумаем, что делать, вот, ну, вот такая информация, вот, по фонду НВА, если кто-то еще вложился, спрашивайте, ну, в общем, сказать, там глушняк полный, вот, и да, большое значение имеет то, где находятся ваши деньги, когда деньги люди вкладывали в фонд НВА, они их непосредственно давали в управление фонду НВА, который их, грубо говоря, присвоил, ну, я думаю, что там даже не присвоил, я думаю, что там просто ошибка, ну, не то, что ошибка, в алгоритм заложено такое, что при некотором условиях депозит сливается, я думаю, что это произошло автоматически, вот, и очень похоже на правду, я об этом буду рассказывать еще в другом видео, про алгоритм абсолютно беспроигрышных, беспроигрышный вариант Мартин Гейла, он очень легкий и он очень полезный на самом деле для понимания, вот, ну, сейчас я об этом не буду рассказывать, это тема для другого видео, поэтому оставайтесь на моем канале, на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, лайк не забудьте поставить.